Приветствую, друзья! Меня зовут Ирина Кочура. Я детский семейный психолог, специалист по телесно-ориентированной психотерапии, руководитель Украинского сообщества профессиональных телесно-ориентированных психотерапевтов. Сегодня я проведу интервью с прекрасным специалистом по телесно-ориентированной психотерапии, психологом, просто красивой женщиной и человеком с большой буквы, моей прекрасной коллегой Ириной Соловьевой. И начну с благодарности, что есть возможность спросить важный вопрос, потому что я считаю, что очень высокого уровня специалисты очень важно, что для меня, когда специалисты готовы к взаимодействию, готовы щедро делиться своими знаниями и готовы к простому вот такому человеческому контакту с другими, чтобы стать полезными для других. Спасибо, Ирина! Всем хорошего дня! Так, первый вопрос, который вот для меня интересен и важен, зачем вы так много развиваете телесно-ориентированную психотерапию? Ирина Соловьева является соучредителем Кавказской ассоциации телесно-ориентированных психотерапевтов и много как ведет семинаров, также и привозит других специалистов, например, по биосинтезу в Грузию. Прекрасная программа идет по биосинтезу в Грузии, и она помогает в организации этих всех процессов и также проводит чудеснейшие семинары. И еще Ирина является автором книжки, которую вот прям мастхэп, если вы интересуетесь телесно-ориентированной психотерапией, кто мы на самом деле, обе сознательные нам образы тела. Зачем вы так много делаете для телесно-ориентированной психотерапии, зачем вы ее развиваете? Спасибо, Ирина. Это очень хороший вопрос. Да, тоже задумалась. Но на самом деле, когда вы задаете вопрос, почему так много развиваю телесно-ориентированную психотерапию, наверное, первое ключевое слово – это развиваю. Мне кажется, что развитие – это нечто очень важное. Я верю в то, что вот некое есть такой единый процесс развития Вселенной, можно сказать, и вот каждая частичка Вселенной, неважно, это большая планета или вот отдельно взятый человек, или клетка организма человека, выполняет какую-то свою функцию, связанную с развитием. То есть пока есть жизнь, идет развитие, развивается наша Вселенная, там идут разные процессы, связанные с развитием на планете, у человечества, у каждого отдельно взятого человека. А если нет развития, то тогда возникает или деградация, вот путь назад, или возникает, знаете, вот такое заболачивание, потому что если в озере не обновляется вода, то тогда возникает болото. И мне кажется, что развитие – это нечто очень важное. Я стараюсь, ну как я могу, вот развиваться, и если я могу помогать другим людям в развитии, я тоже это делаю. Для меня важная часть вот моей работы. Я преподаватель, я уже 15 лет преподаю, я академическую психологию преподавала, и практическую психотерапию, в том числе и телесно-ориентированную психотерапию. И мне кажется, чтобы, так сказать, жизнь, вот те процессы, которые есть в обществе, в нашем обществе, на планете в целом, чтобы все это шло в каком-то правильном направлении, такому гармоничному, так сказать. Важно, чтобы каждый делал то, что мог. Я не замахиваюсь на какие-то масштабные проекты, не знаю, я там ни Жанна Д'Арк, не вот кто-то из таких, да, великих исторических персонажей, а вот просто как кандид, да, каждый должен возделать свой сад. Я просто стараюсь возделать свой сад, вот, ну, делать то, что я могу делать в этой жизни. Для меня очень интересна жизнь. Вот мы с Риной, мы сейчас находимся в Женеве, Швейцарии. Мы были на очень интересном семинаре по биосинтезу в Хайдене, потом поехали просто отдохнуть в Женеве. Вот, и я правда очень радуюсь жизни, вот, получаю очень большое удовольствие от жизни. И когда я могу в чем-то кому-то помочь, то я стараюсь помочь. Мне кажется, что это естественно, нормально, это какой-то обмен между людьми, который происходит. Вот, ну, то, что я могу сейчас делать в профессии, я делаю, вот, и развитие телесно-ориентированной психотерапии и в России, и в Грузии, да, в Кавказском регионе. Вот, это по поводу, да, и в Украине, да. Вот, и это по поводу развития, по поводу телесно-ориентированной психотерапии. Знаете, вот, очень интересный такой парадокс возникает, что человек, среднестатистический человек в нашем обществе очень сильно отчурден от своего тела. И хотя о теле очень много говорится, там, откройте глянцевые журналы, да, просто зайдите в интернет, вот, везде получается там тело, тело, тело. Ну, вот, что это? Какой-то конкурс за красотой, борьба с целлюлитом всемирная, да, повсеместная, вот, мода, да, вот, какое-то вот украшение тела, но нас не учат понимать и принимать свое тело. Очень важный путь для саморазвития – это путь телесного развития. Здесь имеется в виду не совершенствование каких-то физических данных, да, это не фитнес, да, какой-то. Что здесь имеется в виду? Просто понимать, принимать, чувствовать свое тело, потому что очень важный вопрос, правда, кто мы на самом деле, вот, зачем мы здесь, и понимание себя настоящего, какой-то есть на самом деле. Один из таких важнейших путей – это путь через тело. Я считаю, что это то, в чем люди в современном мире сейчас очень нуждаются, быть первая в контакте со своим телом по-настоящему, использовать тело не как инструмент, что там надо умыться, намазаться там кремом, да, вот, а по-настоящему услышать, понимать свое тело и принимать, потому что вот современный человек, вот, проблема, которую я вижу очень у многих – это непринятие своего тела, потому что сейчас в современном обществе есть очень такие высокие стандарты, связанные с красотой. Вот во все времена, во все эпохи были свои каноны красоты, но в наше время эти каноны красоты, они становятся все более искаженными, потому что сейчас все больше виртуальности получается, да, вот, и если, например, раньше дети, подростки, там, подростки, они сравнивали себя с реальными взрослыми, то сейчас они сравнивают себя вот с какими-то отфотошотливыми фотографиями, да, вот, ну, с чем-то из виртуального пространства, потому что даже если речь идет не на фотографии, а видео, снимать тоже можно же, естественно, очень по-разному, да, и можно снять прекрасное видео, которое будет иметь мало отношения, да, вот к реальному человеку. Вот в виртуальном пространстве мы видим красоту, в основном мы не видим недостатки, мы не видим реальность, и тогда очень такая высокая планка закладывается, вот, и сейчас очень большая проблема с принятием всего тела, с чувствованием, а тело – это мы настоящие, то есть наша интуиция, наша бессознательность говорит с нами через тело, то есть если вам телесно некомфортно с таким человеком, скорее всего, бессознательно вам показывают, что этот человек может быть как-то для вас небезопасен, там я могу привести, например, поделиться, что там моя знакомая, мне казалось, что у нас очень хорошие такие отношения, чем-то делилась, там встречались, общались, но вот при встрече у меня почему-то постоянно было напряжение в жироте, я не понимала, почему, вот, а потом я выяснила, что она очень шушу-шушу-шушу-шушу, вот, ну, вот, там что-то с женщинами, популяром, там потом про меня шепталось, вот. Ну, не только про меня, да, она просто такая, да, как выяснилось, вот, ну, именно мое тело давало какие-то тревожные сигналы, которые я вначале игнорировала, так что для того, чтобы быть в контакте со своим телом, больше понимать, принимать себя, абсолютно не обязательно быть профессионалом, быть психологом, там, сертифицированным психотерапевтом, к нам на семинары приходит много людей, которые просто хотят что-то взять для себя, да, что мне бумаги какие-то, сертификаты нужны, им просто важен какой-то опыт, и это очень важно, это то, что я стараюсь поддерживать, поэтому я бы в целом сказала, что то, что я стараюсь делать, да, это помогать людям больше понимать, принимать, чувствовать свое тело, а телесно-ориентированная психотерапия – это один из путей, да, но так же, как йога, да, для кого-то это путь йога, вот, ну, у меня другой путь, да, у меня путь специалиста по телесно-ориентированной психотерапии, я не говорю, что какие-то дороги лучше, какие-то хуже, вот, поэтому я, да, я стараюсь развивать телесно-ориентированную психотерапию, как-то популяризовать просто для того, чтобы люди больше понимали, слышали свое тело или хотя бы просто задумались для начала, какие у меня отношения со своим телом, насколько я его принимаю, насколько я чувствую. Спасибо, Ирина. Очень ценю всегда в специалистах скромность, профессионализм и щедрость. У вас это есть, я очень рада и благодарна за это. И следующий вопрос. Как вы пришли вообще в психологию? Как начался ваш путь? Знаете, я очень рано задумалась, кем мне быть вообще в профессии. В жизни я всегда была очень серьезным таким ребенком. И я помню, что в детстве даже говорили, что какие-то очень серьезные невзрослые глаза, очень серьезные невзрослые глаза. И я помню, что я в 9 классе очень сильно задумалась, кем мне быть в профессии. У меня было очень много вопросов, каких-то смыслообразующих. Я понимаю, что 14 лет – это очень ранний возраст такой, для того, чтобы эзотерикой, философией интересоваться. Но в этом возрасте я уже стала этим интересоваться. Но я думаю, что за этим стала какая-то боль души. Как говорят, что психология приходит не от хорошей жизни, так сказать, от собственных проблем. Ну, и такой основной закон развития. Развитие идет через рассогласование на самом деле. Были какие-то непростые семейные ситуации, какие-то внутренние вопросы, боль души. И, видимо, я что-то пыталась тогда, не очень понимая, что у меня тогда на душе происходит, все эти метания подростка, я пыталась найти ответ. Я помню, что я пошла в школу юного философа, не знаю, как сейчас, вот тогда, 90-х какой-то год, я была в школу юного философа при МГУ, и я была только на одном занятии. Там пришел профессор, такой очень умный, но я даже не знаю, какого возраста, потому что мне было 14 лет, и, конечно, для меня это, мне казалось, что это возраст огромный. Такой вот. И профессор на первой встрече сказал, подумайте, зачем вы сюда пришли. Если вы пришли, чтобы понять смысл жизни, вы здесь не найдете ответ на этот вопрос, вы просто здесь найдете знания у каких-то там философских школах, направлениях, философов. Подумайте, зачем вы здесь. Я подумала, встала и ушла, потому что я поняла, что я не за философскими знаниями, за какими-то смысловыми такими пришла. И в том числе я заинтересовалась психологией, я смотрела тогда уже какие-то книги выходящие. И мне было просто как-то это интересно, и в какой-то момент я для себя поняла, что вот это мой путь, и у меня даже все остальные варианты в какой-то момент отсеялись. Знаете, вот наше бессознательное, это как подводная часть айберга, наше сознание верхушки, ну, давно еще из психоанализа, такая метафора. И я не то что верю, я чувствую, что в бессознательном может происходить очень большая работа, а в сознании мы, знаете, как на экране монитора, да, там в процессоре идут все эти процессы, да, информация перерабатывается, на экране монитора мы видим какие-то ответы. У меня не раз в жизни такое бывало, что про какие-то вот важные решения. Я имела вот такой готовый ответ на мониторе. То есть я сперва много думала, кем мне быть, вот как идти, какой дорогой, а потом в какой-то момент я увидела такой ответ на мониторе. Вот то же самое не бывает с книгами. Иногда меня спрашивают, у меня 6 опубликованных книг, иногда меня спрашивают, вот, а как вы там планируете, как вы думаете, я ничего не планирую, я не думаю. Просто в какой-то момент я понимаю, что, да, мне нужно написать вот такую-то книгу на такую тему. Я не могу писать на заказ. Хотя издательства, они говорят, может, про это, может, про то. Я не могу просто в какой-то момент я чувствую, что есть такой вариант, вот, и этот вариант правильный. И вот, ну, это работа, которая неизвестна. Очень важно вот это вот прислушивание к себе, когда есть много шума, да, который есть здесь вне. Вот прям сейчас у нас поехал трактор. Мы в парке, да, в детском. И это очень важная часть, которую тоже, я прям чувствую, что вы делаете, нахождение вот этих каких-то внутренних, таких важных частей, которые нужно реализовать. Кто является для вас примером телесно-ритеранцитерапии? Я знаю, что вы изучали бы динамику, биосинтез, хакоми, рай, халуина. Кто является примером для вас? Я очень благодарна моим учителям. Не знаю, какая я ученица, но учителям у меня, правда, были очень хорошие. Я очень им благодарна. И если я сейчас просто назову какие-то имена, а какие-то не назову, это будет неблагодарность по отношению к тем, которые я не назвала. Поэтому я отвечу, наверное, тогда в целом, что самое важное. Есть какие-то профессиональные направления, когда профессия и личность, они очень сильно разделены. Например, балерина, она на сцене может быть прекрасным белым лебедем, а в повседневной жизни она не лебедь, не прекрасная и не белая. Но мы с вами знаем, например, что в балетных коллективах часто бывают очень сложные конфликтные ситуации, когда люди не как белые лебеди себя ведут. Но для профессии, для роли балерины это не фатально. То есть она может устраивать скандалы за кулисами, потом выйти на сцену и прекрасно спручевать вот этого белого лебедя. Есть профессии, в которых человек работает не только из знаний, но и человек работает своей личностью тоже. Поэтому в профессии психолога, психотерапевта всегда очень важно, что из себя представляет человек как личность. И для меня очень важно, вот я считаю, настоящие учителя в психотерапии, это те, у которых ты учишься не только на семинарах, ну, когда всё официально, а не при галстуках, так сказать, да, когда ты учишься в повседневной жизни. Это вот ценнейший, например, для меня опыт. Я сейчас вот в том числе и в пакетах организационных проектах участвую. Вот мы привозим в Грузию психотерапевтов из разных стран, вот очень хороших психотерапевтов. Роль организатора даёт возможность личного общения с ними. Я смотрю на их поведение, как они себя ведут, да, на них в повседневной жизни. То есть как у человека устроено с уважением к другим людям, да. К нам приезжают в том числе очень известные люди, звёзды психотерапии. Они не держатся нарциссично, да, они держатся с уважением. Даже когда они, там, например, в кафе беседуют с специантом, общаются, ну, как беседуют, да, просто делают заказ. Они делают это на равных и с очень большим уважением человечества, да. Вот. Как у них с психологическими границами, как они в каких-то, может быть, сложных, там, стрессовых ситуациях, да, себя ведут. То есть я думаю, что хороший психотерапевт – это в первую очередь работа над собой. Вот. Как ты развиваешься как личность, как ты решаешь свои собственные проблемы. И тогда люди могут учиться не только знаниям. Люди смотрят на модель поведения. Знаете, это напоминает детско-родительские отношения. Для ребёнка, в первую очередь, важно не то, что родители говорят. Для ребёнка, в первую очередь, важно видеть то, что родители в реальности делают. То есть если родители говорят, детка, не кури, это вредно, не смей брать сигарету, но при этом он курит и курит при ребёнке, то слова не имеют никакого смысла. То есть мы воспринимаем большую часть информации, мы воспринимаем невербально. Поэтому настоящие учителя в психотерапии – это те, у которых ты учишься не только каким-то знанием ментальным, это те, у которых ты можешь учиться невербально тоже. Спасибо. Очень важно. И уже теперь я знаю половину ответа на следующий вопрос. Что помогает и мешает профессии? Один из ответов, что помогает то, что есть очень такая часть принятия и уважения к другим. То есть это важная такая часть, которую я вас вижу, очень это ценю. И вторая часть – это про то, чтобы быть таким целостным. Не просто одеть маску, я профессионал, сейчас я вам красиво что-то скажу, а быть, в принципе, человеком, который так себя и ведёт. Что ещё помогает, мешает профессию? Я думаю, что вот в профессии то, что помогает, конечно, это в первую очередь отношение с собой. Потому что быть в хороших отношениях с кем-то и помогать другим быть в хороших отношениях с ним, с другими людьми, в первую очередь, нужно быть в хороших отношениях с собой. Я думаю, что специалист в любом направлении психотерапии, чтобы сертифицироваться, должен иметь личные часы психотерапии, то есть сам проходить психотерапию психологу. Я думаю, что ключевые ошибки, вот эти ловушки, в которые психотерапия попадает, это на самом деле от незнания себя. Мы все люди. У нас у всех есть проблемы, у нас у всех есть слабости. Неправильно принимать психолога как идеального человека, у которого нет никаких проблем, забот, который там никогда не бывает в стрессе, абсолютно проработался. Такого не бывает. Мы все люди. Вот мы, каждый из нас идет по своему пути, но при этом кому-то он может помогать. Для кого-то он впереди идущий, так сказать, на этом пути. Поэтому важно развиваться самому, понимать себя и не останавливаться в этом пути. То есть развитие личностное и профессиональное должно всю жизнь продолжаться. И, конечно, не надо недооценивать важность профессионального обучения, потому что, к сожалению, я знаю случаи в России, не только в России, когда люди имеют образование, именно психологического, психотерапевтического. Они себя называют психозными, психотерапевтами. То есть любой человек, закончивший, не знаю, мехмат МГУ, сходивший на два семинара каких-то, он может просто снять где-то кабинет, назваться психотерапевтом, назваться специалистом. И это дискредитирует профессию. Я иногда слышу какие-то про случаи из той же телесно-ориентированной психотерапии, когда люди рассказывают, что вот я сходила к какому-то специалисту, а это не психотерапия. Я помню, одна клиентка рассказывала, что вот её предыдущий психотерапевт с ней что-то там делал церковной свечой. Это не психотерапия, это не телесно-ориентированная психотерапия. Такое просто невозможно, недопустимо. По поводу тех сложностей, которые мы попадаем в профессии, иногда это бывает от нехватки знаний и опыта. Это нормально ошибаться. И не только для новичков, просто, конечно, чем в начале пути человек больше в любой профессии, тем обычно ошибок бывает больше. Так что мы делаем ошибки, и важно делать из этого вывода, учиться. Есть супервизия, когда ты сам идёшь к другому специалисту, к профессионалу, и делишься профессиональными сложностями, и он помогает тебе понять, осознать. И в большинстве случаев, на самом деле, оказывается, что это из-за собственных личностных каких-то проблем, которые начинают фонить. Мне очень нравится, у Мартина Альберса есть три ловушки психотерапевта. Вот три ловушки, в которые психотерапевты попадают чаще всего. Первая – это ловушка симбиотическая, сверхзаботы. Я о тебе позабочусь, я о тебе позабочусь, я о тебе позабочусь. Но что происходит? Это инфантилизация. Вот как родитель, который до бесконечности заботится о ребёнке, кормит ложечки, кормит ложечки. Ребёнок не научится никогда ей с ложкой сам. И это тогда уже не психотерапия. Если клиент постоянно идёт за помощью, за поддержкой, психотерапевт помогает поддерживать. Но у клиента нет никакого роста и развития. Это первая ловушка. Вторая ловушка – это нарциссическая, когда клиент идеализирует психотерапевта. И психотерапевт поддерживает такой вот образ. Да, я всё знаю, я всё знаю, даёт советы в роли такого буру. А третья ловушка – психопатическая ловушка власти. Потому что психотерапевт, правда, имеет большой авторитет для клиента. На него много идёт переносов, такой идеализации. У психотерапевта есть такое искушение, вольно или невольно, начать как-то злоупотреблять власть. Вот это три основные ловушки психотерапевта. По Мартину Альберсу и я очень с этим с тобой. Спасибо большое. Есть ли у вас какие-то любимые темы, с которыми вы работаете, может быть, часто, или как-то есть интерес к этим темам? Знаете, у меня нет любимых тем для работы с клиентом. Есть просто ограничения, есть темы, с которыми я не работаю, потому что я не являюсь специалистом в работе с этими темами. Например, тема фобии, тема панических атак. Я не клинический психолог, и именно с этими темами, например, я не работаю. То есть как нет врача, который лечит всё, да, это таблетка от всего, и врач, который лечит всё. То же самое в психологии у нас есть специализации, просто есть определённые темы, которые в рамках моей профессиональной компетенции, а есть, которые просто вне рамка моей профессиональной компетенции я перенаправляю к коллегам. А если психолог говорит о том, что вот с какими-то темами я люблю работать, то для меня это как раз про то, что сквозит какая-то личная тема такая, да, и именно психолог замотивирован работать с этой темой. И тогда здесь очень большая ловушка есть, что он сделает такой прокрусовый лужей и всех клиентов будет в эту тему притягивать, 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 да. Потому что в идеале психотерапевт вот должен быть чист, как стёпкошка, какой-то свой материал не вносить в поле клиента, чтобы всё было в интересах клиента, а не психотерапевта. А если психотерапевт говорит, о, я очень люблю работать с этой темой, вот я всё время с этой темой работаю, да, то тогда он эту тему может искусственно привносить в поле, а клиент, он же открыт, доверчив, он просто может психотерапевтам следовать туда, куда не надо. Поэтому сказать, что вот прям какие-то там любимые темы нет. Я могу сказать, с кем сложно работать. Вот с кем сложно работать, это с клиентами незамотивированными. Да, бывают проблемы там более серьёзные, там менее серьёзные, но если клиент не замотивирован, то даже если его проблема достаточно там несерьёзная и лёгкая, то с этим будет очень сложно работать. Вот, а если даже ситуация серьёзная, но клиент замотивирован, ну, например, наркозависимый, да, одна из тем, к которым я работаю, я работаю с химически зависимыми, вот если человек по-настоящему замотивирован, вот, то тогда, да, с ним работа будет идти. Вот, но обычно мотивация клиента, она проясняется, естественно, это и вначале может быть видно, или если походы специалисты, если видят, что нет мотивации, тогда просто это обсуждают клиенту, да, что происходит, зачем пришли, хотите ли это переменно. Есть ли ещё какой-то, возможно, дополнительный ключик, секретик, который будет, ну, как-то помогать клиенту именно делать практику, да, что-то менять в своей жизни, то, что он прям хочет меня. Да, так сказать, да. Знаете, я думаю, что возврат ответственности, то есть пока клиент надеется, что за него всё сделает психотерапевт, он не будет делать, потому что он перекладывает ответственность на кого-то вовне. Помните, папа у Васи силён в математике, учится папа за Васю весь год, да, такое перекладывание ответственности. Вот, и клиенты, вот, перекладывающие ответственность, они иногда считают, что вот развитие психологии, это, знаете, как услуги маникюра, ты приходишь, свои ручки там даёшь, и тебе делают красиво, да, а ты сам ничего не делаешь. А что-то не так? Да, волшебную палочку хочется, удивляются клиенту, да. Вот, а вот развитие в психологии, да, этот путь, который, он очень сильно отличается, вот, услуг там, маникюра. Вот, и я иногда клиентам, в пример, привожу фитнес, у тебя может быть очень хороший тренер на фитнесе, но всё зависит от того, как ты сам делаешь упражнения, как ты следуешь рекомендациям, если ты работаешь в спортзале, а потом идёшь в фастфуд, там лежишь на диване, да, вот это уже твоя ответственность. То есть, я думаю, что это возврат ответственности, вот. Ну, ещё такой момент есть, да, у клиента иногда бывает двойное послание, то есть, одна его часть говорит, я хочу перемен, другая часть говорит, нет, нет, я не хочу перемен. Ну, даже если взять, например, симптом лишнего ветоса, бессознательно вес может быть не лишним, да, например, это придаёт весомость, да, какую-то, или это защита, да, такая вот от мира получается. Вот, то есть, иногда проблема клиента, она играет очень важную роль в его жизни. Как в «Кристокварчине», эта картина очень полезная, картина, она дырку в обоих сгораживает. Здорово, что у вас есть много, прям, таких вот фраз с фильмом, с фильмом, это прям очень здорово.